Мой депутатский запрос адресован премьер-министру Биктенову. Уважаемый Олжас Абаевич, сегодня Казахстан подвергся паводкам. Сейчас в ледяной воде оказались жители Актюбинской, Кустанайской и Восточно-Казахстанской областей. В Алматы из-за резкой оттепели и нестабильного снежного покрова десятками сходят лавины. Касселезащита предупреждает, что шансов выжить попавшему под лавину практически нет. Близ Астаны, в селе Коянды, серьезно потоплены дома. В Кустанайской области несколько деревень затапливаются ежегодно. Кое-где вода зашла в школы. В Маркокольском, Катун-Карагайском, Алтайском районах Восточно-Казахстанской области высота снега в горах достигает двух метров. Речки не вмещают объема пребывающей воды. В депутатском запросе моего коллеги Тумашинова три недели назад мы об этом предупреждали. Но сегодняшние факты показывают, что ни правительство, ни акиматы не готовы предупредить беду. А ведь в республике есть положительный опыт. Из года в год поселки, затапливая местные власти, успешно обносили дамбами такими с бутом и с глиной, не давая воде хлынуть внутрь поселка. На этот час в зоне риска подтопления 217 населенных пунктов. Это 86 тысяч домов. Один затопленный дом уже беда, а сегодня рискуют жизни без малого полмиллиона человек. Это связано с недостатком системной подготовительной работы, прежде всего по созданию и поддержанию гидротехнических сооружений. Они должны находиться в постоянной готовности и справном состоянии. Сеть таких ГТС требует наблюдения, ухода и самое главное – обновления. По данным МЧС, на феврале этого года по стране требуют ремонта 537 гидротехнических сооружений. При этом 8 из них совершенно бесхозные. Более 200 плотин не имеют паспортов и уровень их технической безопасности не определен. А ведь глава государства не раз обращал внимание на принятие правительством и акимами оперативных мер по недопущению урона жизненным интересам населения в районах, где прогнозируются паводки. Принимая во внимание вышеизложения, требуем. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить эффективное взаимодействие всех государственных и общественных структур для спасения и оказания помощи попавшим в беду людям. Министерство водных ресурсов и ирригации начать, наконец, реализацию плана восстановления и ремонта гидротехнических сооружений, чтобы количество аварийных объектов из года в год не росло, а сокращалось. Министерство водных ресурсов запустить механизм, ускоряющий разработку ПСД по возведению и ремонту гидротехнических сооружений. Обеспечить водохранилища имеющиеся плотины техническими паспортами. Министерству финансов с местными исполнительными органами дать предложение по финансированию перечисленных выше проектов с приоритетом выделения средств аварийным объектам. С уважением, депутаты, члены фракции партии Аманат.